Готовится первым поединком мосту Давид Беджанян. 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 Поэтому в этой весовой категории пока не удавалось ни разу на крупные турниры. Сегодня, видите, он как палк, как ты называешь, да? Фиксирует 178 килограммов первым подходом. Есть такое бытует выражение, вырвал как палк. Кстати, ни разу не выходил на помост Геннадий Муратов. Чемпион универсиады 2011 года, который как раз в прошлом году был на европейском юниорском чемпионате. Для тех, кто 23 лет занял там третье место. Геннадий Муратов заявил 180 в рывке. Видите, здесь не три, а четыре российские штангисты будут соревноваться, надеясь, что друг с другом в основном. Потому что здесь нет традиционных наших соперников. Правильно, Андрей? Да. Должен был еще у нас здесь выступать, конечно, олимпийский чемпион Афин Дмитрий Берестов. Он на Россию, он на Кубке, он что-то совсем так и не остановился. Вот я с ним разговаривал вчера, он мне говорил, что он действительно готовился к этому турниру, хотя он так начал тренироваться. Он вот на Кубке выступал. За него? Но потом получил травму, и вот на этом турнире уже его нет. Геннадий Муратов, 180 килограммов. И как-то Володя пропал с Морчкова. Да, но его не было на Кубке России. На Кубке не было, да, и здесь нет. Нет. Да, он такой плохой. Геннадий Муратов из Кубки. Такой тип как раз именно Володи с Морчкова, вот Геннадий Муратов, да, по выступлению? Очень спокойно, очень хорошо в рывке, знаешь, вот и мягко, и при этом так же размеренно, он не спеша удаляется. Разменный шли зал, то есть вообще-то темперамент, видимо, очень похожий. Ну что, посмотрим на Давида. А Книга не приехал сюда? Почему? Нет, вон он стоит. Сюда и тогда мы, чем. Лена. А, да. Я просто не видел его до... Нет, нет, здесь. Что-то он на лобку закинулся. Локотки там что-то. Думаешь, да, мы могли бы и не считать, похоже? Да не то, что не считать. Я боюсь, чтобы травму не получил. Там не считать-то это самое, понятно. Ну, чистый подход, Андрей, смотри. Да, 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 ну чистый подход. На Кубке 190 вырвал и 193, по-моему, за голову вронил. При том, что он мировой рекорд, у Алексея это 200, Андрей Аронова. Да, да, Аронова. Мештамы 182 километра. Максим Шельков, украшен. Секундый подход. Вот то, что мы всегда говорим о том, что в этой весовой категории в России всегда безумная конкуренция. Вот она здесь, на помосте, да? Это ребята, которые никак не могут попасть в основную команду на протяжении многих-многих лет. Но посмотрите. Молодежь, чё. Молодежь. Да ну ты уже так со своих высот произносишь слово «молодежь». Ну а что им всего лишь на всем? Все еще впереди. Ну, 24 года Геннадию Муратову, например. 23 года Давиду Беджанину. Тимур Данец, конечно же, 16. И Максим Шельков. Это тоже 23 года. 23 года ты тоже был молодежью, да? Ну да. По-моему, при этом ты был, по-моему, даже еще в Ужаликейском чемпионе, да? Да нет. Ну и в том году все-таки лет было. Ну ты ребусы задаешь. Ну давай-давай, посчитаем. Ну и сколько засчитал? В недавнем чемпионе в России в Санкт-Петербурге, во всем. Могарил 180 кг. В первом упражнении. Я хочу, конечно, рассказать, что у нас в Ставропольском крае это наконец-то уже работает два года. Школу по тяжелой атлетике благодаря губернатору открыли. И Давид, и Владимир Ильич за эту школу выступают и как бы прославляют ее. И к нам стремятся уже не только другие спортсмены из других регионов, просятся. Ну, я так понимаю, что сейчас попросили, сегодня отказали еще сыновьям Андрея Чмиркина, которые тоже там вовсю тренируются. Да, скомбарды тоже сейчас, ребята. Тут трое. Тут же Александр Иванов с Краснодара у нас тоже в этой школе. Ну что ж, пока 180 килограммов Давида Беджаняна лучший результат. Давид Беджанян заявляет 183 для третьей попытки. Продолжение следует... Есть два подхода у Геннадия Муратова и еще один подход у Тимура Наньева. Странно, что он через неделю... Неделю назад был кубок России. Там в студию выложился, 183. Ну, выложился человек. Это же вообще, это же, наверное, это же не только сила, я думаю, что, но это еще и... Я думаю, что мы с ним с тобой немножко под левым углом, а не под правым. Потому что ты как-то внимательно присматриваешься к правому локту, да, Давид Беджаняна. Дай посмотрим, не подходит. Повторим. Нет, не знаешь, что мы с тобой пристрастны по этому поводу. Ну, просто давай посмотрим. Один объект нарушает обсуждение. Да нет, там все в порядке. Нет, нет, нормально, да, все. Ну, что ж, Геннадий Муратов остался единственным в этой кампании. Ну, и 183 килограмма Давида Беджаняна. А Геннадий Муратов выходит на 185. Второй попыткой. Очень неплохо, очень неплохо. Владимир Смарчков, это нехогда чемпион мира. Очень плохо, смотри, а. Кстати, о переходе из молодежного возраста в взрослый. Давид, вот, например, исполнилось уже в этом году 23. На следующий год он уже, как-то, он вред вступает во взрослую жизнь. Надо будет постоянно выступать по взрослому. Что он и начал уже делать сейчас. И уже с этими ребятами, которые у нас сегодня отдыхают. Это Акаев, Клоков, считай, даже Берестов, ну, Берестов в меньшей степени. Но здесь же и Владимир Смарчков. И вот та молодежь, которую еще сегодня видим, еще зарубежные наши знаменитые спортсмены, тот же Андрей Аравнов. Ну, что-то, видишь, Аравнов никак не может вернуться после празднования Олимпийских игр. Там подзатянулось у него все. Подзатянулось, да. А жаль, хороший спортсмены. Там скандалец против главного тренера. Либо я, либо он требует, чтобы у него отняли надбавку финансовую, так что Аравнов выиграет. Ну, и так далее. С мельницами борются. С ветряными. Геннадий Муратов уйдет на 190 сегодня. Он уже в рывке вышел в лидеры. Близок страшно, когда назад падает, когда назад падает. Геннадий Муратов уйдет на 185 килограммов. Геннадий Муратов окончательно зарекомендовал себя как лидера в рывке в наших соревнованиях. На втором месте Давид Беджанян, но у которого есть 240 толчок. Начало пока нет, 220, будем говорить. Нет, ну 240 мы видели в его исполнении неделю назад на розыгрыше Копка России в Санкт-Петербурге. Прежде чем отправиться на перерыв, давайте посмотрим все-таки итоговую таблицу в этой лисовой категории. Надеюсь, сейчас она появится. Итак, Муратов первый 185, Беджанян второй 183. Одинаковый этап 179 показал и Тимур Наньев, и Ахет Джогили из Сирии. Наньев по собственному весу Джогили обошел и в тройку призеров попал. Максим Шейкон на пятой позиции китаец Ян Джи шестой.